Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение. Я Евгений Минархович. Наша главная профессиональная волейбольная команда «Жемчужная Полесья» начала сезон 2022-2023. Ну и, как водится, первые тренировки не связаны с волейбольными мячами. Сезон 2022-2023 годов наша профессиональная женская волейбольная команда открытого акционерного общества «Мозорский нефтепроводающий завод «Жемчужная Полесья» начала по традиции на грибной базе филиала Гомельского училища Олимпийского резерва. И, как всегда, первые занятия связаны с плавным набором физической формы, приемлемой для последующих серьезных нагрузок, без которых невозможен успех на ниве профессионального спорта. Отпуск прошел как одно мгновение, и мы с радостью начинаем этот сезон. Первые тренировки у нас не связаны с волейбольными мячами, но я эту нагрузку выполняю легко. Команда у нас только формируется, но я сосредотачиваюсь на своей работе и постараюсь выглядеть как можно лучше. Диана Васьковская – один из лидеров новой «Жемчужной Полесье», костя которой составят как хорошо знакомые нам игроки, так и новички. Хотя наша следующая собеседница вряд ли подходит, это определение в полной мере. Ведь она, Дарья Булах, несколько сезонов провела в нашей дружине. После уехала на легионерский хлеба, но вновь даже в Беларуси. Снова она будет вести атаки команды Михаила Михайловича Коваленко. Я следила за выступлениями «Жемчужной Полесье», иногда смотрела игры, когда была такая возможность. В Мозыре пришла, не знаю, соскучилась по дому, посмотрела на чемпионат России. Как-то нового особо, наверное, ничего не увидела. Там просто больше команд, чем у нас в чемпионате Беларуси. И захотела поиграть дома, вернулась. После выступления за командой Тюмени в российском чемпионате и возвращения в родное белорусское перенество, несомненно, ставшую же родную Дашей «Жемчужной Полесье», чувствует ли Буллах себе силы сделать очередной шаг в спортивной карьере, покорить новую вершину вместе с своей профессиональной командой Мозырского нефтеперватующего завода. Да, конечно, на это настраиваюсь. Дома, ну в Мозыре я уже как дома, так как мой второй дом. Вот с девочками всеми знакома. Новеньких пока особо, ну девочек только от маленьких пришли, мы еще дома познакомимся. Вот, настраиваемся на серьезную работу. Какой нашла свою «Жемчужную Полесье» Даша после побывки в России? Все тем же остался главный тренер «Полесьской дружины» Михаил Михайлович Коваленко. Или, быть может, время изменила «Жемчужный коллектив»? Нет, все остались такими же, какие и были. У нас уже, не знаю, дружеский такой коллектив. Я знаю, чего ждать от Михаила Михайловича. Одна из тех опытных волейболиста, кто играл с Дашей в славные «Жемчужные годы», Наталья Дидийская, воспитанница с дюшер Мозырского нефтеперватующего завода, нападающая, от которой во многом зависит игра, стиль полейского женского волейбола. Настроение у нас отличное, у меня тем более отличное, потому что отпуск прошел плодотворно у меня. Отпуск я проводила в Мозере, никуда не ездила, отдыхала в основном с ребенком, занималась, потому что у нас сейчас школьная подготовка идет. Насчет игроков, которые будут в сезоне, это уже решение тренера, как он примет, кто будет у нас. Я всегда буду поддерживать и поддерживаю всегда всех девочек, которые у нас всегда новые. Какие задачи ставит перед собой Наталья Васильевна сезон 2022-2023? Каким видит командное будущее в грядущих турнирах для «Жемчужной Полеси» одна из лучших волейболисток мозырской команды? Задачи у нас всегда высокие, и в плане меня они тоже высокие. Уже второй сезон в главной профессиональной команде «Жемчужная Полеси» Алина Живлакова, воспитанница с дюшур Мозорска-НПЗ, представительница амплуа «Пасыщая». Отпуск прошел замечательно, ездили отдыхать, все очень понравилось. Отдохнули, набрались силы, энергии, готовы работать. Все пришли отдохнувшие, рассказывают про свой отпуск. Играть очень интересно, и, ну, конечно, на каждой тренировке в полную силу. Всевозможные игры пока не профильны для волейболисток, призваны наряду со специальными упражнениями привести в должные кондиции «Жемчужных спортсменок» после отпуска. Подготовить к сезону, в котором у Алины Живлаковой будут две конкурентки. На место пасущие – опытная Дарья Булухи, юная Екатерина Ротнова, с которыми мы подробно побеседовали в нашей прошлой передаче. Ну, конечно, мы конкурентки в хорошем смысле слова, но в жизни мы общаемся, и у нас очень хорошее отношение в команде. Ну и вообще, здоровая конкуренция – это хорошо. Конкуренция у нас и на позиции Либера, где вместе с Дианой Васьковской, которую смело можно назвать одной из лучших белорусских волейболисток оборонительного амплуа, у нас играют надежная Дарья Сирыш и Александр Чуб – талантливая воспитанница с дюшер «Жемчужной полесье», от которой тренеры ждут настоящего прорыва в наступающем сезоне. Отпуск прошел плодотворно, были, конечно же, тренировки, ездили в Питер с моим молодым человеком. В отпуске я набралась сил и готова к новому сезону. Ну, будем работать, развиваться и стараться попадать в стартовый состав. Незабываемым получился отпуск и у Дарьи Сирыш, которая возвратилась в команду в новый сезон под новой фамилией Усик. В отпуске произошло для меня важное событие в жизни. Я вышла замуж, сменила фамилию. В спорте это никак не помешает. Личная жизнь есть у каждого. Спорт – это отдельная карьера моя. И будем сейчас вышли из отпуска, будем нарабатывать физическую нагрузку. И все для этого делаем. Супруг Дарьи, кстати, воспитанник футбольного клуба «Славия Мозырь» Артем Усик, отлично знает все нюансы профессионального спорта. А Даша, как человек, весьма квалифицированный. В этом можно не сомневаться. Станет играть не то, чтобы хуже, с появлением семейной жизни, а еще лучше, даже более ответственней. Да, в этом году предсезонные действия намного, так скажем, плодотворнее. Новые задания, упражнения. Задачи перед сезоном достаточно высокие. Ждем остальных игроков. Нарабатываем каждые свои недостатки. И ждем от этого сезона самые лучшие места. Не могли мы обойтись без интервью с ярчайшей представительницей своего поколения. Воспитанница с дюшора открытого акционерного общества «Мозырский», нефтеперывающий завод Екатериной Деевой. Продолжательница славной спортивной династии. Девушка всегда эффективна, даже эффектно проводящая отпуск. После которого Катя прибывает в команду полная сил, эмоций. И надеемся желание работать, делать все на благо любимого волейбола, родной «Жемчужная Полесья». Отпуск пролетел незаметно. Мы ездили отдыхать, отдохнули хорошо. Уже готовы начинать подготовку к новому сезону. Наверняка Катя хотела сказать «мимолетно» вместо «незаметно». Ведь ее славную отпускную компанию из воспитанниц специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва «Жемчужная Полесья» не заметить было невозможно, но прошли по разные дни. Наступили суровые тренировочные будни, хотя тренеры «Жемчужная Полесья» стараются сделать занятия как можно разнообразнее. И в этот период, начало сезона, всевозможные игры, тот же баскетбол, его элементы активно включаются в тренировочную программу «Жемчужинок». Конечно, всегда интересно поиграть и в футбол, и в баскетбол, потому что это что-то новое, хочется пробовать себя везде. И мы так готовимся физически, поэтому это всегда хорошо. Какие цели и задачи ставит перед собой в сезоне 2022-2023? Екатерина Сергеевна, или, быть может, наша собеседница, не задумывается так далеко, не мыслит в спорте глобально. Конечно, цель и задача всегда есть. Задача – это побеждать все команды, выходить на первое место. Мы будем очень стараться сейчас готовиться к этому и потом воплощать на площадке. С другими игроками «Жемчужной Полесья» образца сезона 2022-2023 мы побеседуем в нашей следующей передаче. Пока же обратим внимание на медицинский штаб нашей дружины, которого возглавляет квалифицированный врач с опытом работы в национальной команде Республики Беларусь Николай Дмитриевич Король. Ну, в этом году отпускная кампания у меня прошла очень плодотворно. Начинал на даче, закончил в Санкт-Петербурге. Там гостевал своей младшей дочери. Очень много чего увидел, много положительных впечатлений, эмоций. Побывал в Выборге, там вообще красота. В общем, очень-очень все прошло хорошо. В команде я с 2015 года, вот считайте, который сезон. Еще контракт подписан на определенный срок. Так что буду работать, силы пока есть и желания тоже. Ну, а настроения, конечно, бодрые. Немножко уже, так сказать, и соскучился по команде, по работе. Так что будем работать. На что может рассчитывать команда в сезоне, по мнению доктора Жемчужной Полесье? Что ждет сам Николай Дмитриевич от Мозорской волейбольной дружины в 2022-2023 годах? Ну, по первым тренировкам трудно так судить. Но я смотрю, девочки вроде бы так входят в тренировочные процессы более-менее нормально. Вот, старшие лучшие, младшие за ними тянутся. Ну, а что жду от этого сезона? Ну, конечно, высших достижений. Будем надеяться, комплектация пройдет удачно. К нам еще, у нас есть еще, как говорится, места. Думаем, придут опытные игроки. Так что надеюсь на хороший сезон. Как всегда деятельно, неутомимо Людмила Александровна капитан. Наряду с Денисом Васильевичем Захаревичем, помогающим Михаилу Михайловичу Коваленко в работе с Жемчужной Полесье. Еще несколько сезонов назад. Одна из лучших либера Беларуси. Сегодня тренер, человек беззаветно влюбленный в волейбол. Семь сердцем, сей душой. Отпуск у меня проходил познавательно достаточно, потому что я была на сессии в Минске. Получала знания. Когда заканчивается сезон, мы всегда тренерским штабом подводим итоги. И что нам надо летом, как говорится, знания свои, чем подкопить. Что-то новое для себя приобрести, чтобы дать потом девчонкам это в тренировочном процессе. Поэтому тоже познавательно было довольно. Искали какой-то интересный материал. Будет много элементов работы с резиной. Поэтому было тоже познавательно. Тренировки начала сезона имеют свою ярко выраженную специфику. В начале, конечно, тренировки щадящие для девчонок. Втягиваемся, не сразу мы даем максимальные нагрузки. Беговые, все игровые виды спорта. Футбол, баскетбол, набивные мячи. Сочетаем с тренажерным залом. Потихоньку втягиваемся. И уже когда, как говорится, мышечный корсет и девчонки окрепнут, мы пойдем в зал и будем уже все-таки заниматься с мячами. Потому что неизвестно, когда будет чемпионат. Но говорят, что все-таки в начале сентября это, соответственно, сроки поменьше. Будем, как говорится, нужна игровая практика. Нужно и сыгрываться с девчонками. И, конечно, хотелось бы, наш главный тренер занимается комплектацией. Хотелось бы уже в скором времени увидеть пополнение в нашей команде и сыгрываться все-таки, да. Не устала ли учиться Людмила Александровна обучаться волейболу, в котором капитан знает, есть ли не все, то очень многое? Ну, все-таки я поменяла специфику своей деятельности. Я сейчас тренера. И поэтому образование нужно именно для работы в команде. Поэтому получаю знания. Университет хороший. И мне интересно. В любом случае, новое знание – это всегда интересно. Если в профессиональной команде Мозорского нефтепоработающего завода Людмила Александровна тренер, то в любительской дружине своего предприятия, выступающей на отраслевых и межотраслевых соревнованиях, капитан-игрок. И после победы на областном туре впереди республиканский раунд, где уже в составе сборной Гомельской области наша собеседница будет бороться за победу, отставивая спортивную честь открытого акционерного общества «Мозорский НПЗ». Республиканская спартакиада пройдет в начале августа. И я думаю, мы приступим скоро к тренировкам с нашими девчонками. И достойно, как и в прошлом году, будем засвечать честь нашего завода. Пожелав успехов Людмиле Александровне на спартакиаде работников нефтехимического комплекса, обратимся к главкуму нашей команды, которая уже более 10 лет возглавляет «Жемчужного полейсия», развивая «Мозорский волейбол». И как в каждом новом сезоне, его начале, перед Михаилом Михайловичем Коваленко стоит задача формирования команды. В нашем случае «Жемчужного полейсия», которая значительно изменит свой основной состав. За границей будет выступать Татьяна Трофимова. Завершили, скорее всего, свою карьеру Виктория Пашкевича и Ирина Марсута. Ольга Лозицкая, вполне возможно, возьмет паузу, словом, привычные тренинские хлопоты. Сезон начался, скажем так, новая команда, как всегда, новые игроки добавляются, ведутся переговоры, планируется работа на будущее. Понятно, что время непростое, ищутся контакты, где-то переживаются, скажем так, за комплектацию. Все-таки хотелось бы, чтобы в команде больше было более опытных игроков, за которыми бы тянулась молодежь. Но посмотрим, насколько нам это удастся воплотить в жизнь в этом сезоне. По отпуску, наверное, 12 дней провели вместе с семьей. Вот это, наверное, то, что самозапомнилось. Все-таки вот эти ковиды детей давно не видели, поэтому этому рад и счастлив. Как строится тренировочная программа волейбольной команды в данный период времени? Где акцент в начале спортивного сезона у «Жемчужной Полеси»? Начинаем, как всегда, с стягивающего режима, потому что все-таки игроки отдыхали, организм не готов к работе, поэтому начинаем на песке, укрепляем голеностопы, суставы и постепенно добавляем общую физическую нагрузку. Параллельно проходит медосмотр. И когда уже это все завершится, скажем так, с каждым циклом нагрузка будет увеличиваться. Переходим к двухразовым тренировкам, где-то уже и кроссовая подготовка будет с постепенным переходом к мячам. Какие цели у команды в сезоне 2022-2023? На что настраивается «Жемчужная Полеси» и будут ли привлекаться? Для подготовки к игровому сезону воспитанница с дюшер Мозорского нефтепроватывающего завода, помимо Екатерины Чеховских, которая сейчас готовится вместе с профессиональной «Жемчужной» дружиной. Место, в которое Кате еще нужно заслужить. Ну, во-первых, надо доукомплектоваться, ведутся переговоры, насколько это все получится. От этого будем отталкиваться. Но своих молодых девчат мы традиционно каждое лето привлекаем. Я думаю, это опыт, который они проводят с командой, им пригодится и в дивизионе «Б». А как дальше будет работа вместе с молодежью и сколько человек, это уже будем решать по мере того, когда определимся, где у нас сборы, в какие сроки. Ну что же, пожелаем удачи нашей женской профессиональной волейбольной команде «Жемчужная Полесья». Команде, без которой уже и не представишь Полеськи, белорусский волейбол. Команде, которая является вершиной волейбольной пирамиды. А ее так тщательно, бережно выстраивает наш флагман нефтепроватывающей промышленности, где ценят, любят, понимают спорт и все его значения для людей. И поверьте, еще и здесь, на волейбольной Неве, трудно переоценить вклад открытого вакцинированного общества «Мозорский нефтепроватывающий завод». Ну что ж, дорогие друзья, мы не сомневаемся, что сезон 2022-2023 будет успешный, интересный. И он станет таковым в том числе и с вашей помощью, уважаемые болельщики. Будем переживать всем сердцем, всей душой за нашу родную и любимую «Жемчужную Полесья». А на сегодня это все. С вами было «Волейбольное обозрение» Евгений Минархович и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова